На складе компании «АвтоСтронг» 200 000 отличных запчастей по честным ценам, а на «МотоСтронг» несколько десятков отличных байков из Европы. Мы их сами выбираем, привозим, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом. Эти скакуны никогда вас не разочаруют и пройдут любые проверки. Если вы не можете приехать к нам, мы сделаем видеообзор любого мотоцикла. Звоните, менеджеры «МотоСтронг» ответят на любой ваш вопрос, помогут с выбором, решат вопрос с доставкой по России, а также решат вопрос с хранением мотоцикла до мотосезона. Прямо сейчас мы разберем довольно-таки свежий мотор от Opel. Итак, встречаем A12XER. В 2009 году компания Opel в очередной раз обновила двигатели семейства «Ноль», которые существуют с 1996 года. Сегодня мы будем рассказывать про 1,2-литровый двигатель A12XER, снятый с Opel Corsa D. Этот двигатель основан на моторе Z12XEP, который известен впускным коллектором с системой TwinPort. Двигатель A12XER сохранил чугунный блок, цепной привод ГРМ, но был осовременен в некоторых моментах. На каждом распредвале появилось по фазовращателю. Шкив коленвала обзавелся демпфером. Новый термостат в пластиковом корпусе теперь полностью открывается при 103 градусах вместо прежних 92. Мощность подросла от 90 до 100 лошадиных сил. Есть также и дефорсированные версии мощностью 69 лошадиных сил с индексами A12XEL и B12XEL, которые устанавливались на Opel Adam и Opel Corsa E. Также этот двигатель устанавливался на Chevrolet Aveo. По причине течи масла на двигателе A12XER частенько приходится менять передний сальник коленвала. Также из-за запотевания маслом приходится нередко менять и датчик давления масла. Он подтекает по электрическому разъему. На впускном коллекторе двигателя A12XER установлен клапан продувки адсорбера. Он может вызывать вопросы, когда начинает громко цокать. Также двигатель может ругаться на неправильную топливо-воздушную смесь. Это происходит из-за того, что во впускной коллектор через этот клапан просачивается воздух. Также обороты холостого хода могут плавать, а при открытии крышки бензобака раздается пшик. Это происходит из-за разряжения в топливном баке. Вообще, клапан адсорбера не должен самостоятельно открываться, а только по сигналу от АБУ. Вообще, в обоих случаях клапан надо менять на новый. К счастью, он стоит вменяемых денег. Дроссельная заслонка на двигателе A12XER обычно служит без проблем. Но некоторые автомобили Opel начинали плохо слушаться педали акселератора при наступлении холодов. Появлялась ошибка, которая указывала на некорректные сигналы с датчика положения акселератора. Практика показывает, что в датчике положения акселератора скапливалась влага и приводила к этим ошибкам до высыхания. Обычно эту проблему решали заменой педали акселератора. На двигатель A12XER устанавливают модуль катушек зажигания от Delphi. Обычно этот узел преждевременно выходит из строя. Тогда двигатель нестабильно работает на холостом ходу, обороты холостого хода могут проседать и повышаться. Двигатель дерганно реагирует на педаль акселератора появляется ошибка. При диагностике выясняется, что пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Уплотнение наконечника четвертой свечи зажигания деформируется и пропускает свечной колодец пыли и влагу. Влага приводит к окислению пружины наконечника, а также контактной пластины модуля зажигания. После чего искра четвертого цилиндра прошивает наконечник. Это известная проблема двигателей 1.2 и 1.4. Некоторое время компания General Motors выпускала ремкомплекты для этих модулей зажигания, состоящих из четырех пружин и четырех наконечников. Это позволяло решать проблемы с этим модулем. Сейчас же оригинал не производят, но есть заменители. Проблемы с модулем, то есть пропуски зажигания в четырех цилиндровых двигателях Opel объемом 1 и 2 возникали при смешных пробегах 15-30 тысяч километров. Поэтому стоит внимательно следить за состоянием наконечника. Прямо сейчас в нашем разборе нам будет помогать человек, который выжил после новогодних праздников. Итак, встречайте, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. От двигателя предшественника Z12XEP двигателю A12XER достались заслонки TWINPORT. Напомним, что заслонки нужны для перекрытия одного из двух пускных каналов каждого цилиндра. После этого двигатель, начинает всасывать воздух как восьмиклапанник. В цилиндрах образуется вихрь, топливо лучше смешивается с воздухом, лучше сгорает и моторчик развивает чуть больше тяги. Механизм заслонок TWINPORT в пластиковом впускном коллекторе двигателей 1.2 и 1.4 традиционно служит долго. При износе заслонок может соскочить вот эта общая планка. Тогда заслонки будут открываться и закрываться произвольно. Это приведет к увеличению расхода топлива и снижению мощности. Ремонтировать, то есть устанавливать эту планку обратно приходится творчески, в зависимости от повреждений и подручных материалов. Даже на свежих и неоднократно обновленных двигателях 1.2 датчик температуры охлаждающей жидкости может стать причиной неуверенного запуска двигателя при низких температурах. Чем холоднее, тем он хуже запускается. Но если отключить электрический разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости, который находится в разветвителе, двигатель запускается нормально. При таких симптомах надо менять этот датчик. Термостат находится в пластиковом корпусе. Открывается полностью при температуре 103 градуса. Он управляемый. Вот разъем его подогревателя. Клапанная крышка пластиковая, уплотняется с ГБЦ резиновой прокладкой. То есть для устранения течи масла на стыке ГБЦ и клапанной крышки надо всего лишь поменять вот такую прокладку. На двигателе A12XER появился клапан системы вентиляции картерных газов с подпружиненной мембраной. Естественно, появилась и проблема с растрескиванием мембраны, после чего начинается подсос неучтенного воздуха. После этого двигатель ведет себя нестабильно на холостых оборотах, жалуются на бедную топливо-воздушную смесь, а отверстие сообщения мембраны с атмосферой шипит, в нее всасывается воздух. В оригинале по традиции Opel надо менять всю клапанную крышку, но есть уже опробованные решения на других моторах Opel для замены и ремонта этой мембраны. Масло на этом двигателе уж точно вовремя не меняли. Оно превратилось в гуталин, но на удивление кулачки выглядят хорошо. Помпа системы охлаждения установлена на крышке ГРМ. Проблем не вызывает, обычно служит долго. Случаев ее подтекания немного. Если течет, то охлаждающая жидкость течет наружу, не попадая в поддон. Ее стоит менять при каждой замене цепи ГРМ. На двигателе A12XER установлено два фазовращателя. Управляющие клапаны находятся прямо в них. Пока эти фазовращатели не проявили себя поломками и износом. Но следует отметить, что стрекотание фазовращателей после утреннего запуска может быть вызвано некачественным маслом, либо же низким давлением масла. Причиной кратковременного низкого давления масла может стать дренажный клапан, который находится в стакане масляного фильтра, через который масло стекает из стакана. При запуске двигателя несколько секунд может отсутствовать требуемое давление, пока стакан наполняется маслом. Как правило, фазорегуляторы и управляющие клапаны требуют внимания из-за потекания масла по корпусу клапанов. Для устранения этой неприятности надо заменить резиновое уплотнительное кольцо. Двигатель A12XER унаследовал от предшественника проблему с растяжением цепи ГРМ. С данной проблемой мотор может проехать несколько десятков тысяч километров на страх и риск владельца. При сильном растяжении цепи может появиться ошибка, указывающая на проблему в системе изменения фаз газораспределения. Также цепь может загреметь после разгона мотора до отсечки. Вообще, с заменой цепи лучше не затягиваться, потому что износ возникает на зубьях фазовращателей. Тогда придется менять и их. Вообще, замена ГРМ на этом моторе очень хлопотная, потому что надо снимать кожух ГРМ, на котором находится помпа, а на хвостовике коленвала находится масляный насос. Для фиксации распредвалов надо пользоваться специальным кондуктором, чтобы выставить фазы и корректно зафиксировать диски для датчиков распредвалов. Комплект ГРМ надо использовать максимально качественный, желательно оригинальный, потому что неоригинальные цепи могут зашелестеть после 40 тысяч километров. На этом моторе цепь сильно изношена, поперечный люфт между звеньями и шток выдвинут практически максимально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В данных моторах с ГБЦ ничего плохого не случается. Ну и по классике на моторах, которые не прошли качество и которые мы разбираем, видим картину нагар на клапанах. Значит моторчик ел масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, этот двигатель сохранил чугунный блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения. Хон просматривается, выглядит неплохо, но значительный нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет к этому мотору. А к этому мотору отлично подойдет масло Elf Evolution Full-Tach MSX с вязкостью 5W-30. Выгодно его приобрести со скидкой 10% вы можете у нашего партнера компании ArmTech. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов ArmTech. Кстати, ArmTech является единственным официальным дистрибьютором моторных масел Elf в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Ну а теперь о состоянии. Масляный налет отложился вот таким гуталином, торфом и поршневые кольца перестали выполнять свою функцию. Но что самое интересное, что в парах трения сухого трения не было. Мы видим поверхностный износ, но ничего критичного. Верхние коренные вкладыши тоже в удовлетворительном состоянии. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали двигатель, который продержался на конвейере до 2010-х годов. Хотя его основы были заложены в 90-х годах, поэтому он просто и надежен. Самое страшное, что с ним может случиться, это масложор из-за тонюси никаких маслосъемных колец, а также растяжение цепи ГРМ. Если вы хотите знать о моторах, коробках и брусах, запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».